На площади города выстроились в ряд около 30 единиц техники. Здесь проверяют готовность городских коммунальных служб, представители Московской областной аварийно-восстановительной службы и территориального отдела ГОС Адамтехнадзора. Представлена только часть машин. С каждым годом количество рабочих единиц увеличивается. «С учётом того, что техники прибавилось в каждой из здесь представленных организаций, то с большой долей вероятностью, что коэффициенты покажут снова готовность эксплуатирующих организаций к зимнему периоду». Свою готовность к работе в зимний период демонстрирует Ивантеевская теплосеть, водоканал, комбинат коммунального хозяйства и благоустройства и другие предприятия. «Готовы к зимнему периоду. Контейнера обеспечены полностью». Оценивающая комиссия проверяет не только крупную технику, но и малые инженерные приспособления, которые в случае необходимости понадобятся для проведения аварийно-ремонтных работ. «Устранение аварий, замена аварийных участков. Также службы занимаются стройкой на школе, водопроводой, канализации». По результатам смотра будут выставлены оценки, определяющие готовность предприятий к работе зимой. А пока комиссия отправляется в подразделения коммунальных служб. Чтобы проверить укомплектованность штатного расписания аварийно-восстановительных подразделений, оснащённость их техникой и оборудованием, а также материальное обеспечение. «Сейчас они поехали осматривать по готовности всех запасов. После объезда будет вынесено решение о готовности, либо неготовности наших служб к устранению аварийных ситуаций в зимний период». На момент выхода сюжета в эфир стало известно, что коммунальные службы Ивантеевки полностью готовы к зиме. Ольга Мариничева, Антон Рябов, программа «День за днём».